Генофарм. Выбор чемпионов. Гормон роста премиум качества. Как ты уже говорил, это не первый раз мы встречаемся за эту неделю. Сегодня хочу задать тебе вопросы от подписчиков нашего канала. И первый звучит следующим образом. Думал ли ты когда-нибудь о том, чтобы делать то, чем сейчас занимаются Джей Катлер или Ронни Колман после того, как уйдешь на пенсию? Поскольку я видел в одном из твоих интервью, что ты говорил, что сейчас я соревнуюсь, но когда я уйду, это будет с концами. Я имел в виду уход со сцены. Но я еще являюсь промоутером трех NPC шоу. Так что работы будет достаточно, когда я уйду на пенсию. Может возьму себе еще три шоу и будет уже целая куча. Также есть другие бизнес-предложения, над которыми я также сейчас работаю. Но если говорить о компании спортивного питания, как у Ронни и Джея, то нет. Я уже занимался этим. Слишком много хлопот. Я бы предпочел заниматься чем-то менее нервным. Как распознать перетренированность? И есть ли вообще такое понятие, как перетренированность? Да, я верю, что есть. Я думаю, что… Верю, что тренированность 12… Дай-ка подумать. От 12 до 16… Нет. От 12 до 16 подходов достаточно для чего угодно. Все, что больше этого, это перетренированность. 16 для одной мышечной группы. 16 подходов, я бы даже сказал, только для спины. Все остальные группы… От 12. Ты сам так делаешь? Да, я так делаю. Так делает профессионал Декстер Джексон? Так все настоящие про делают. Топовый про. Все остальные, кто делает больше – это перетренированность. А все эти трехчасовые тренировки? Это слишком. Через час тебя уже не должно быть в зале. Кем бы ты ни был. А что по поводу отдыха между подходами? Одна минута? Да, до минуты. Что касательно всех этих фитнес-блогеров и ютуберов, которые хайпятся за счет соцсетей. Некоторые из них вообще не выступали. Либо же выступали давным-давно, а сейчас создают всю эту медиа-известность вокруг себя. К примеру, как Рич Пиано. Что ты можешь сказать по поводу него? Я его не знаю достаточно хорошо, поэтому и комментировать ничего не могу. Но если он зарабатывает хорошие деньги с того, что делает, то я снимаю перед ним шляпу. Я видел, как вы привет друг другу передавали какое-то время назад. Да, мы с ним только привет пока и общаемся. Я не знаю его особо. Что касательно бодибилдеров из прошлого, есть ли у тебя, хотя я знаю, что кумиров у вас нет, но все же, есть ли кто-то на кого-то равнялся, когда тебе было 12 лет, скажем? Да, это были Шон Рэй и Флекс Уиллер, те ребята, на кого я равнялся, когда начинал продвигаться в топ бодибилдинга. Но они не намного старше тебя. Они давно уже не выступают, но они недалеко от тебя по возрасту. Да, но они и выступали еще задолго до меня. И ты до сих пор с ними обоими общаешься, да? Остаетесь хорошими друзьями? Да, конечно. Периодически вижусь с Шоном. Да и с Флексом тоже. По поводу Шона Рэя и той маленькой непонятки между ним и Кевином Леврони. Когда Кевин сказал, что хочет снова выступать, то Шон весьма критично отозвался и сказал, что он делает ошибку. Но я знаю, что они раньше были достаточно близкими друзьями. Ты знаешь что-то об этой всей истории? Да, я в принципе сказал то же самое, что это ошибка, его решение вернуться. Ведь его так долго не было. Ты не можешь вернуться на Олимпию спустя 13 лет перерыва. Так не бывает. Ты будешь не в лучшей форме. Если бы это было шоу поменьше, то да, почему нет, но это Олимпия. Понимаешь? Так что я с самого начала сказал, что это не лучшая затея. Так же сказал и Шон. Да многие так сказали. И в итоге мы все оказались правы. Это не было что-то… Он толком не занял ничего. Да, да, это было не лучшее его выступление. Даже он сам это знает. Да и несмотря на все это, он сказал, что будет выступать и в следующем году. После всего, что все говорили, он сказал, да похер мне, что там все говорили. Я буду выступать. Да, он так говорит. Но я не думаю, что он снова будет выступать. Нет.